здравствуйте мои уважаемые зрители сегодня я хочу вам представить мою новую книгу которая называется 100 простых и вкусных рецептов которые помогли мне перейти на естественное питание начать наверное нужно с того что же такое естественное питание я знаю что в интернете можно встретить довольно много мнений и вариантов по поводу того что же является естественным питанием одни утверждают что это исключительно растительное питание веганское или вегетарианское есть мнение что это питание основанное преимущественно на животных белках но я набралась наглости и смелости и основываясь на своем жизненном опыте на опыте перехода на более здоровое и питание и сделала свою трактовку этого определения и по моему мнению естественное питание это такое питание которое делает человека более здоровым и основана на тех процессах которые стали для организма данного человека привычными то есть если вы правильно меня поняли то естественное питание для каждого отдельного взятого человека может быть совершенно индивидуальным я даже наберусь смелости утверждать что для некоторых людей естественным питанием будет кето питание но для меня например как человека склонного к поеданию растительной пищи таким питанием стало употребление в пищу в основном растительных продуктов как сырых так и термически обработанных но по большей части все-таки сырых и с небольшим количеством животного белка и животных жиров и насколько я успела понять из своей практике консультанта по питанию такой вариант подходит очень многим людям если немножко окунуться в глубь веков и подумать и предположить чем же питался человек прошлого то наверное все таки можно прийти к такому заключению что он был как собирателем так и охотником то есть он как питался как растительной пищей которую ему удавалось сорвать найти так и животной пищи которую ему удавалось добыть в погоне за каким-либо животным или поймав рыбу если вы мой внимательный зритель и подписчик то вы наверное уже заметили эту мою тенденцию я не люблю вдаваться в крайнести и не являюсь приверженцем какого-то определенного течения в питании я никогда не была и не собираюсь быть чистым веганом чистым вегетарианцем либо фруктурианцем либо сыроедом я считаю что вот такая такое тяготение какой-то какому-то определенному течению и строгое следование принципам именно этого течения в питании все равно является несколько ущербным для человека потому что по природе своей мы взрослые на смешанном питании и если мы во взрослом возрасте осознаем что мы бы хотели перейти на какой-то другой тип питания отличный от того которым питались всю жизнь то нужно понимать что этот переход будет сопряжен с определенными трудностями и не факт что каждому человеку удастся перейти на какой-то определенный тип питания которому он тяготеет быстро и без проблем так получилось и в моем случае когда я изучила методику марвы агонян когда я стала более глубоко изучать книги по теме натуропатии я поняла что для меня естественное питание это будет именно то питание которое в общем-то описывает марва агонян своей книги экологическая медицина то есть это фрукты овощи зелень по большей части в сыром виде немного термически обработанной пищи растительные и животные жиры и иногда животный белок в виде рыбы яиц или козьего сыра например как моем случае сразу скажу что я не являюсь большим любителем поедания злаков то есть не каши не хлеб не какие-либо мучные продукты особо сильно меня не интересует хотя я отвожу им некоторое место своем питании но она не главенствующие и так вы поняли что такое естественное питание и я полагаю что вот такое питание это наиболее благоприятное питание для большинства людей более подробно естественном питании я конечно буду еще говорить своих последующих видео и я планирую выпустить еще одну книгу которая будет посвящена именно описанию перехода на естественное питание а сегодня я решила вам рассказать об этой книге потому что это как раз и есть инструмент инструмент перехода на естественное питание в чем заключается основная проблема когда мы начинаем менять свой тип питания с одного на другой по нашему мнению более здоровый более полезный проблема заключается в том что мы являемся заложниками наших с традиций и привычек и нам очень трудно от них отойти и наши мозги просто разрываются от того что мы не можем найти какие-то новые рецепты рецепты которые были бы основаны на натуральных продуктах и отличались бы от традиционной кухни таки с такими проблемами нередко сталкиваются и мои клиенты и я очень часто получала и получаю просьбы от них дать им побольше рецептов именно для перехода на более здоровое более естественное питание для меня поначалу это сама представлялась трудным где-то искать рецепты придумывать что-то самой но чем глубже я погружался в эту тему полезные рецепты тем более интересным не становилось именно собирать эти рецепты накапливать и в конце концов я поняла что действительно я должна собрать это все воедино в одну книгу сделать такой труд и дать возможность другим людям воспользоваться плодами моего труда чтобы не повторять мой путь в котором конечно же были и ошибки то есть я иду как всегда методом проб экспериментов тестирование и поэтому в этой книге я собрала те рецепты которые действительно были мною опробованы и протестированы неоднократно и подтвердили свою пользу свою вкусность и простоту то что я опираюсь собственной своей бытовой жизни я очень люблю простые рецепты когда не нужно много времени проводить на кухне и конечно же это должно быть вкусно потому что если это будет невкусно если мы будем себя заставлять поглощать какие-то блюда будь они хоть трижды полезные пользы это нам не принесет конечно же мы должны получать удовольствие наслаждение от той пищи которую едим итак книга в данный момент находится стадии написания работа еще над ней не закончена плюс это книгу я хочу оформить с художественной точки зрения более интересно чем мои две предыдущие книги которые посвящены теме условного кладания и правильному выходу из него поэтому будет приглашен дизайнер художник-оформитель который сделает эту книгу приятной для глаз поскольку это рецепты должно быть не только вкусно информативно и полезно но еще так это должно быть и приятно поэтому сейчас я открыла предзаказ этой книги и предзаказ эта возможность купить книгу за половину ее стоимости когда книга выйдет в продажу это будет апрель или май точные сроки пока не могу сказать будет зависеть от загруженности дизайнера книга будет продаваться за полную стоимость но сейчас когда еще она не вышла и ее можно забронировать то есть приобрести заранее то эта цена составляет 50 процентов от ее реальной стоимости я не буду больше отнимать ваше внимание на презентацию этой книги я создала страничку презентации и вы можете на нее перейти кликнув по ссылочке внизу в описании видео пожалуйста переходите по ссылке на страничку презентации моей новой книги 100 простых и вкусных рецептов которые помогли мне перейти на естественное питание заказывайте книгу за 50 процентов стоимости если у вас возникнут какие-то трудности при оформлении заказа или вам будет что-то непонятно вы можете написать мне на электронную почту и обязательно с вами свяжусь и отвечу на все ваши вопросы электронную почту я также указываю в описании к видео всего доброго дорогие друзья надолго не прощаюсь ваша байчи